Стрельба по чужим мишеням, оплошность, конечно, обидная, но такие моменты только закаляют характер. Не первый год своими успехами нам это демонстрирует и Дарья Домрачева. Сейчас наша спортсменка находится в немецком Рупольдинге, где готовится к чемпионату мира по биатлону. Он стартует уже через две недели в финском Контио-Лахте. Вашему вниманию эксклюзивное интервью с Дарьей. Дарья, мы с вами разговариваем в Рупольдинге перед чемпионатом мира в Контио-Лахте, а в это время в Раубичах проходит юниорский чемпионат мира. Вспомните ваше время, когда вы были юниоркой. Все ли чемпионы по юношам, по юниорам обеспечивали себе, гарантировали себе неплохое будущее во взрослом биатлоне? Зависит от, наверное, каких-то природных качеств спортсмена. И, естественно, не нужно ставить главенствующей целью тренеру именно вот эти детские и юношеские соревнования. Но, опять же, как показывает практика, те спортсмены, которые очень одарены от природы, они без какой-то сверхнормативной подготовки, без форсирования каких-то тренировочных процессов добиваются высоких результатов на этих стартах. Для вас эти юниорские соревнования были как увлечение, как приключение или как серьезный старт? С шести лет, стоя на лыжах, к двадцатилетнему, к девятнадцатилетнему возрасту, ты понимаешь, что все-таки это больше, чем просто развлечение и какое-то времяпрепровождение. Для меня это были очень серьезные старты. Вот в плане инфраструктуры Раубичи в рейтинге мирового биатлона какое место сейчас занимает, как вы думаете? Действительно такой комплекс, который уже может наравне соперничать со многими мировыми стадионами и с лучшими мировыми стадионами. То есть Раубичи действительно стадион высокого уровня. Как вам кажется, когда Раубичи могут реально принять этап Кубка мира или чемпионат мира, зависит ли этот успех от дипломатических усилий белорусской стороны? Дипломатическая работа очень важна, и никто просто так не приедет с кубковыми соревнованиями в Раубичи, просто потому что это действительно очень хороший комплекс. Но мы получили сейчас такой огромный подарок от страны, от государства. И сейчас важно, чтобы все-таки федерация наша тоже приложила все усилия и постаралась привести большие соревнования высокого уровня к нам в страну. Ну и для этого, конечно же, нужна очень серьезная работа, именно дипломатическая, с определенным багажом обоснований, почему именно Раубичи должны принять такого уровня соревнования. Прогноз у вас есть на этот счет? Мне кажется, что у Раубичи очень хорошие шансы. И прежде всего, ну, наверное, один из самых больших плюсов — это месторасположение комплекса. Все-таки в самом центре Европы, куда удобно добираться абсолютно всем странам-участникам, ну, а также расположение вблизи двухмиллионного города, где, ну, наверное, уже гарантировано заполнение трибун.